Сейчас будет очень жарко, и вы, друзья, нам в этом поможете, я не сомневаюсь. На звездной дорожке в Оренбурге российские режиссеры, актеры и продюсеры. Целый год организаторы фестиваля, как настоящие коллекционеры, выискали по всему миру киноленты для Востока и Запада. Работы, которые вошли в итоге в программу, вряд ли будут показаны в широком прокате. В этом году фестиваль обновился, российскую программу сплетенные параллели оставили без жюри. И тем не менее, призы остались от спонсора, зрительской и от президента фестиваля Татьяны Воронецкой. Впервые будут показаны лучшие работы оренбургских режиссеров. В плане отбора здесь просто главная такая черта, на мой взгляд, любая картина, которая сделана в Оренбурге, обязана быть показана на кинофестивале в Оренбурге. Она обязана стартовать отсюда. Актер меняет профессию. Еще одно новшество фестиваля – конкурсная программа «Актер-режиссер». Дебютирует в этой категории Андрей Соколов, Мария Болтнева, а также ведущий церемонии открытия Кирилл Плетнев. Его короткометражка «Настя» уже стала лауреатом кинотавры 2015. В год литературы организаторы не могли не вспомнить о литературе в кино, поэтому экранизациям посвящена отдельная номинация. Экранизация – это понятие такое живое, потому что есть прекрасная современная литература, в которой современные авторы, которые интересны, которые актуальны, к которым обращается сегодня кино. И поэтому мы таким образом составили, чтобы вы поняли, что иногда просто то, что вы видите, это вот сделано по материалу, современного литературного материала. Кроме показов в кинотеатрах, в этом году оренбуржцы смогут увидеть фестивальные картины под открытым небом в парке «Салют Победы». Запланированы творческие встречи и мастер-классы, причем не только в областном центре. Так, народная артистка Грузии Ия Ненидзе накануне встретилась со своими поклонниками в Илеке. Ана Солодкина, Влад Горбунов и Игорь Бероев. Новости дня.